Привет, танкисты! Сегодня мы рассмотрим опытный японский средний танк Чито. По замыслу японцев Чито должен был заменить другой средний танк Чину, но перегруженная войной промышленность буксовала. Первый образец появился на свет в апреле 1943 года, но слишком большое количество дефектов и недоработок заставило сдвинуть планы по выпуску на более позднее время. Процесс доработок затянулся до весны 1945 года. В апреле после испытаний было решено заказать малую партию машин, 6 штук, но 15 августа 1945 года Япония капитулировала. Постоянных данных о выпущенных танках нет, но один предсерийный образец был отправлен в войска. Правда, там он прослужил недолго. Уже в сентябре танк был конфискован американцами. Вот такая история у нашей машины. Остается заметить, что он просто хороший. Изначально стоит заметить, что если вы начинаете качать японцев, вам нужно обращать внимание на эту машину. Кроме этого, вы должны посмотреть на все абсолютно танки в японской ветке, где присутствует орудие Тип-5. Именно это орудие стоит у нас и оно делает погоду. Кстати говоря, вообще Тип-5 это своеобразный знак качества. Если вы увидели орудие Тип-5, это значит, что эту машину смело можно ставить себе в набор. Это и премиум Чину-2 можно запросто поставить и на нем кататься в удовольствие. И он максимально похож на ЧИТО. У них одна и та же тактика, но правда, все-таки ЧИТО более бронированный. И, в общем-то, есть неплохая самоходка на ТО у японцев с той же самой пушкой Тип-5. Так что, если вы думаете, что качать, ориентируйтесь на это. Орудие Тип-5 – гарантия вашего нагиба. Ну и опять-таки, к этому должны прилагаться какие-то оруги и понимание. Надеюсь, у вас это все есть. Ну а мы идем дальше, рассмотрим наши ТТХ. Ну и так, вооружение пушка Тип-5 была разработана на базе зенитного орудия и отсюда все наши успехи. Что касается перезарядки. 8,2 секунды – это так же, как и на ЧИНУ-2. Для тех, кто уже является счастливым обладателем и может сравнить. В общем-то, пойдет, но опять-таки накладывает определенный отпечаток. С такой перезарядки вперед лезть не стоит. Ну и у нас, к счастью, каморники даются уже сразу. По умолчанию мы идем и нагибаем без проблем. Снаряд Тип-1, каморный, 145 мм бронепробития в упор и начальная скорость полета снаряда 830 метров в секунду. Просто прелесть какая. Ну и, конечно, есть еще осколочно-фугасный, но я его не вожу. Может быть, неправда. Что касается башни. В общем-то, здесь все хорошо. По крайней мере, для японцев пойдет. 1,9 градуса в секунду. Поворачивается у нас башня. Да, не рекордно. Да, помогаем себе корпусом, но, с другой стороны, мы ведь не ведем активные действия. Мы не лезем вперед и наражен. Мы стоим чуть позади, прикрываем союзников, дефим точки, ну и просто снайперим. Так что, для нас тут это не так критично. Но если все-таки вы решили сходить в атаку, осторожнее, пеняйте на себя и держитесь союзников. Глядишь, они вас поддержат огнем, прикроют, если понадобятся. Ну и теперь осталось озвучить цифры по УВНам. Там все хорошо. Ну, хотя, судите сами. Пушка опускается на 11 градусов, поднимается на 17. То есть, мы прекрасно играем от рельефа. Просто замечательно. Но вот проблема с 17 градусами, тут она есть, небольшая. Это значит, если мы оказались где-то в ущелье, обстреливать тех, кто сидит на склонах, там будет не очень удобно. Хотя, такая ситуация у нас в игре редко появляется. Так что, здесь, наверное, это не критично так же. Собственно, вот такой вот у нас замечательный танк. Теперь давайте рассмотрим его броню. Броня башни. Волбу 75 миллиметров. И это очень неплохо. К сожалению, там с углами не все так хорошо. Поэтому, если мы попадаем достаточно высоко, там нас будут пробивать. Ну, а также есть у нас уязвимость маска 50 миллиметров. Хотя, ее площадь очень-очень незначительная. То есть, туда еще нужно суметь попасть. Но, в целом, в целом, в общем-то, броня неплохая на своем БРе. Я напомню, 4.3. И если мы попадаем ниже, там действительно, эта броня может помочь. Борта башни у нас 50 миллиметров. Корма столько же. Но и есть еще одна уязвимая точка. Целая зона такая большая под башней сзади 10 миллиметров. И туда, соответственно, нас будут разбирать очень-очень бодро всякие зенитки. Так что, поаккуратнее. Командирская башенка у нас 75 миллиметров. Крыша башни 20 миллиметров. То есть, здравствуйте, самолеты противника. В ЛД 75 миллиметров. НЛД также 75 миллиметров. Ну, и, правда, нижняя часть НЛД там вообще 20 миллиметров. Ну, в общем-то, есть уязвимости. Без них никуда. Кроме того, на корпусе есть так называемые скулы слева и справа. Ну, так же, как на Фердинанде. Там у нас 50 миллиметров. И ромбиться очень-очень опасно. Если противник опытный, он увидит ваш ромб и сунет определенно туда. 50 миллиметров. Собственно, ну и там последствия будут очень-очень серьезные. Борта у нас не самые лучшие 35 миллиметров. Но, в принципе, и они что-то могут танкануть, что-то могут отбить, если вы как-то играете именно от борта. Можно это сделать, можно попытаться. И, в общем-то, те же самые 34-ки нет-нет, да не пробивая. Корма корпуса у нас 35 миллиметров. Ну, и нижняя ее часть небольшая 20 миллиметров. Крыша корпуса также 20 миллиметров. Ну, то есть мы видим, что броня у нас, она как бы есть, но она не везде. И уязвимости более чем хватает. Поэтому, опять-таки, лезть вперед себе дороже. Ну, а что же у нас с ходовыми? 45 километров в час заявлена максимальная скорость. Мы ее не так быстро набираем, как хотелось бы. Пересеченка нам дается, в принципе, неплохо. Порядка 30 километров в час. Ну, и удельная мощность, чтобы могли вообще прикинуть, хорошо или плохо наш танк разгоняется. 13,1 лошадиных сил на тонну. Ну, то есть тоже такие характеристики не самые хорошие для среднего танка. Назад мы едем за скоростью всего лишь 8 километров в час. Ну, в общем, пойдет. Ну, и теперь посмотрим бой. Бой, как это водится, показательный. Здесь я решил никуда не ездить. Как я уже напоминал, машина все-таки у нас позиционная. Поэтому я занял южный холм и решил во что бы то ни стало прикрыть точку B. Чтобы никто туда не смог приехать и захватить ее. И с этим я неплохо справился. К сожалению, союзники после захвата точек винулись дальше. Ну, а дальше, соответственно, противник их ждал уже и просто перемолол. Если бы просто встали и дефили точки захваченные, там бы уже противник старался бы хоть что-то предпринять, чтобы кто-то атаковать, отбитить точки. Но наша команда решила иначе. В итоге их постепенно становилось все меньше и меньше. Ну, а я здесь по-прежнему держал эту точку. Как вы видите, углы потрясающие. Меня практически даже не видно. Я там вылезаю, показываю чуть-чуть. Но, правда, демаскирует огромный-огромный горшок на голове командирская башенка. К сожалению, она, ну, какая-то достаточно здоровая. Поэтому вешаем кусты обязательно на него. И тогда с этим делом попроще становится. Как мы видим, шикарнейший снаряд. Работает все, что видит. За броневой просто обалденный. Вот ни за что не скажешь, что там то ли 65 грамм, то ли 67 грамм. А в тротиловом эквиваленте просто превосходно. В очередной раз нахваливаю и рекомендую к прокачке и покупке. Хотя, когда японцы только вышли, я быстро проскочил до топов. И вот эти машины, они, конечно же, остались не вполне объезженными, незаметными. И, в общем-то, в общем-то, конечно, это был неправ. По этому поводу есть замечательный аппарат у японцев. Есть нечто самобытное, интересное, о чем можно порезвиться. Ну, а я продолжаю нести свою вахту и никого не пускаю к точке. Еще один фраг, еще одна 34-ка. И спокойненько я ее забираю. Ничего не скажешь. Просто без каких-либо проблем. Да, перезарядка 8,5 секунды, это не так хорошо, как хотелось бы. И в серьезной заварушке, когда несколько врагов идут на вас, это может быть проблемой. Но во всех остальных случаях, если вы просто оснайперите, работаете с каких-то возвышенностей, укрытий, и вас просто не могут выкурить, то тут вообще проблем никаких нет. За исключением авиации. Кстати, сейчас будет забавный эпизод. Все-таки приедет один мститель, обошел по флангу меня. Ну и правда, месть у него немножко не удалась. Поврежден баг, но это не критично. Я же разворачиваюсь и со всей самурайской ненавистью подаю ему. Собственно, вот и все. Один единственный, кто пытался что-либо сделать. Ну а остальные просто лезли, лезли под ствол. Я по-прежнему считаю, что нужно находиться здесь и попробовать даже, возможно, захватить точку. Но вижу, что из глаза выезжает КВ-2. КВ-2 это уже более чем серьезно и ему попадаться на глаза не хотелось бы. К сожалению, после выстрела КВ не отправился в ангар. Он получил немножко, ну, даже никаких критов. Просто попадание. Возможно, ходовая съела часть урона. Но, в общем-то, мне тут остается только немножко отмонтить. Поменять свою позицию. Все-таки КВ знает, где я. Я переезжаю и надеюсь на то, что он будет выезжать. Потихонечку сводиться и искать меня. Нет, действительно, я вижу, что КВ выезжает и осматривается. Остается подать немного вперед и послать снаряд в уязвимую зону. И отправить уже этот ненавистный КВ в ангар. К сожалению, бой все-таки будет проигран, но свои 10 фрагов я забрал. Чем и доволен. Ну что ж, надеюсь, обзор вам понравился. Если это так, вы знаете, что делать. А я с вами прощаю. Всем крепчайшей брони и хорошего настроения.